Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол Автожизни, это продолжение нашей карьеры за Зенит. Итак, под прошлым видеороликом вы не набрали 15 лайков, а это значит, что сегодня у нас 2 матча. Если вы хотите видеть намного больше в каждом выпуске матчей, ставьте лайки, и мы с вами будем вот так вот сотрудничать. 15 лайков набираем, 3 матча я буду отыгрывать в следующем выпуске. Ну а сегодня у нас игра против Марселя домашняя и домашняя игра против Химок. Так, против Марселя я, естественно, выйду первым составом, самым боевым, так сказать. Лунев, Ловрен в паре с Ракицким. Так, дальше. Дугласа Сантоса, естественно, сейчас и Караваева выпустим по флангам. Так, в опорной зоне, наверное, все-таки вместо Ерохина я Бариуса поставлю. Вот. Справа на падение, естественно, у нас будет Малком. Так, Дриуси. Вот. Ну а пара нападающих, этот Чалов, уйдет на скамейку запасных и будет Азмун вместе с Дзюбой. Вот такой у нас состав. Так, ну теперь придется снова менять все. А, кстати, вы посмотрите, у Марселя есть Венисиус Джуниор из Мандридского Реала. Купили, скорее всего, потому что в аренду здесь нельзя вроде как взять. Или можно, я не помню. Да, можно, могут и в аренду, наверное, взять. Вот. Поэтому давайте посмотрим. Мне надо фланги обязательно, чтобы у меня были. Это Круговой и Терентьев. Остальные, мне кажется, ну, вряд ли помогут. Ерохина одного возьму. Ну и на фланге теперь Регони. Мостового. И надо вот решить либо Шамуродова, либо Чалова. Надо глянуть, кто... Я даже не знаю. Ну, Чалов подуставший, поэтому давайте вот чисто только из-за этого я беру Сабыша Муродова. Вот. Итак, у нас домашняя игра. Мы 2-0 вроде обыграли Марсель на выезде. Поэтому сейчас будет интересный у нас матч. Поехали. Итак, Зенит-Марсель. Мы на Газпромарине. Четвертый тур. Мы уверены в себя, на самом деле, мне кажется, показываем. Марсель был нашим, ну, как главным конкурентом за выход в плей-офф Лиги Чемпионов. Но мы с ними уже, как бы, можно сказать, порешали все дела еще на выезде. Но посмотрим. Может быть, сейчас будет абсолютно другая команда. Не та, которая играла с нами во Франции. Потому что сейчас они уже по факту проиграли нам ту игру. Мы забрали у них 3 очка. Спокойно, Дзюба. Азмун. И Азмун 1-0. Десятая минута матча. И Сердар Азмун забивает первый гол в этом матче. Ну, все, скорее всего. Мы уже точно в плей-офф. Сейчас я все правильно понимаю. Ой-ой-ой, что творит Дзюба? Что творит Дзюба? Малкам делает счет 2-0. Дзюба шикарную передачу отдала. Замечательно. Нашим уродов, нашим уродов. На Дзюбу. И Дзюба! Дзюба, что творит, Артем? Ну-ка. Эй-эй-эй, сзади по ногам. На это удаление уже можно давать. Сейчас глянем, мне очень интересно. Желтую карточку всего лишь получает Джордана Мави вроде. Дзюба мог сейчас просто стать героем. Две голевые и плюс голубы записать. Но сзади по ногам. Но это штрафной опасный. Сейчас постараемся его, естественно, забить. Лучше себя бьет. Ракицкий. А Малкам с какой он? Малкам правоногий. Тоже левоногий. Но я не знаю. Давайте Ракицкому все-таки я дам пробить. Так. Вот сюда. И вот так попробуем. И отлично. Это 3-0. Ракицкий забивает. Шикарный матч. И вот это вот заслуженная, на самом деле, игра. Зенита. Заслуженная победа. И мы заслуженно должны после вот этого матча проходить в плей-офф Лиги Чемпионов. Очень хорошо. Прямо над стеночками мяч пролетает. И Ракицкий забивает. Гол со штрафного. Очень хорошо. Не зря доверился Ярику. И все. 96-я уже минута была. Все. Дзюба празднует. Значит, это точно мы уже проходим в плей-офф Лиги Чемпионов. Теперь в матче против Баварии нам нужно подтвердить, с какой строчки. С первой либо со второй. Можем мы также, если отыграем в ничью 0-0 с Баварией и побольше по нас забивать Йонг Бойсу, то выйти и выше Баварии. Там уже по голам будут, наверное, все-таки смотреть. Ну а матч замечательный. Дзюба. Два асиста. Плюс заработанный штрафной, из которого забил Ярослав Ракицкий. Мне кажется, Дзюба должен стать сегодня игроком матча. Нет. Игроком матча стал Малком. Три игрока, у которых оценка 7,5. Но я вижу, кстати, хоть и в таком матче, но тоже это нужно следить. Бариус оценка 5,5. Малком. 7,5 Дзюба. И Азмун тоже 7,5. Даже вот Шамуродов и Рохин круговой получили намного выше, нежели чем вот Бариус. Поэтому Бариуса тоже надо насчет этого посмотреть. И в старте чуть реже, наверное, выпускать. Итак, Юн Бойс минимально проиграл Баварии. А мы сейчас, ну вот, да, я говорю, на первой строчке мы. Если мы сыграем в ничью 0-0 из Баварии, как и у себя дома мы отыгрались или на выезде, я не помню, то здесь уже чисто по голам будут смотреться. У нас пока что 8 забитых мячей, 0 пропущенных. Так что у нас замечательная еще и оборона и в Лиге чемпионов после 4 туров. Вот такие вот у нас замечательные дела. Итак, приходит нам сообщение. Кого-то у нас хотят подписать. Кругового. Хотят забрать в Сочи, в аренду. Круговой. Я бы не хотел, наверное, все-таки отдавать то Кругового, потому что у меня вообще нету на его позицию никого. Есть в Ахане, вот, но он переходит 1 января. Все здесь остальные, ну все, я, пожалуй, откажусь. Хоть у Кругового и рейтинг слабенький, сколько 66, ему 22 года. Ну, нет. Пока что у меня, сколько у меня вообще сейчас денег там? Денег-то у меня много, но вот правда в зарплатном бюджете ничего нет. Поэтому я бы вряд ли бы нашел бы замену. Для Кругового. Да и меня устраивает, как играет Дугла Сантос, и устраивает амплуа Кругового, что он вот игрок такой, что можно вот против Химок выйти, например. Вами пройден групповой этап. Замечательно все. И давайте перейдем к матчу с Химками. Я прямо вот здесь поменяю немножко расстановку. Давайте выпущу Киржакова. Почему бы и нет. Так, Кругового. Справа, естественно, Терентьева. Ну, вот здесь вот Бариос. Пожалуй, вместо Бариоса вот так вот сразу прям Герохина поставлю. Не знаю. Аздоев мне понравился, какой он играл. Давайте я его и оставлю. Что Мусаев выйдет? Регони, естественно. Мостовой. Ну, и парочку тоже выпущу новую. Это Шумуродов и Чалов. Вот так вот их немножко поменяю. Ну, и Ракицкий с Капитанской повязкой я бы выпустил бы еще Осорио, пожалуй. Но вот вместо кого. Но Ракицкий все-таки забил. Я не знаю. Ну, вот если Ловрана менять, то не так сильно падает. Поэтому вот так вот будем играть. Все. Исправляю, если что-то будет идти не по плану, то туда выйдет. Поэтому Зенит-Химки. Поехали. Итак, матч чемпионата России. Зенит принимает сегодня Химки. Последняя игра у нас сегодня на выпуск. Так что, если вы хотите видеть больше матчей, набираем 15 лайков под этим видеороликом. И в следующем выпуске будем уже отыгрывать 3 матча. Ичалов. Ичалов 1-0. Отлично. На 67-я минута. Федор Чалов забивает Химком. Может быть, даже если мяч слетел бы с ноги, это бы опаснее было. Чалов. И Чалов забивает дубль. Как сейчас разобрался замечательно с обороной. Федор Чалов забивает на сегодня дубль. Все. Мне кажется, Чалов больше всех устал. Поэтому давайте я выпущу Азмуна того же. Потому что беззуба весь матч отыграл. С Марселем. Уверенная победа Зенита над Химком. И дубль Федора Чалова. Во втором причем тайме. Но меня это, естественно, все устраивает. Мы еще ни одного мяча за все выпуски не пропустили. Ни одного. Чалов у игрок матча. 7,5 у него оценка. 5,5 у Терентьева. 5,5 у Ракицкого. И 4,5 вообще у Барис. То есть, он полностью провалил сегодняшний выпуск. Можно так сказать. Но это вот обидно. Итак, после 9 туров мы на первой строчке. У нас 9 очков лидерства над второй строчкой. 17 забитых мячей. Это, во-первых, рекорд забитых. И 0 пропущенных. Это тоже рекорд на данный момент. Вообще замечательно. Так. Посмотрим. Снова приходит нам предложение. Какое-то Ловрена хотят купить в Эвертон. Но мне кажется, Ловрен бы сам бы не стал переходить. Все-таки в Ливерпуле играл. Дрюси хотят купить в Кристалл Пелес. Спасибо, но нет. Кругового уже в Ростов хотят. Вот это вот повышение сразу. Ригони в Сельту. Что вообще пошло? У Мостового в Хитафе. Полный трансер. Причем нет. Еще есть кто-нибудь? Нам бы вот этих игроков многих поотдавать. Кравцов, Прохин. Почему бы и нет? Так. Работа скаутов. Нам нашли нападающего. Айдонис. Хорват. Из Баруси Мюнхен-Кладбах. Добавлю. Почему бы и нет? Так. А какую вообще я себе задачу-то ставлю с трансерами? Мне просто интересно. Возраст, наверное, да? Киржаков у нас самый возрастной. Поэтому я бы какого-нибудь вратаря бы постарался бы найти. Почему бы и нет? Так. Давайте найдем. Почему бы и нет? Действительно. Местность. Вообще без разницы. На подъеме. Наверное, все-таки это лучше. И пропускаем навык. Все. Пусть найдут нам какого-нибудь молодого действительно вратаря. Хорошего. Так. Усталость игроков. Круговой. Азмун. Мостовой. Ловрен. В мостовой еще. Орегоне. Снова. А сколько мостового? Хитафи и... А. Он получил роль в команде. Новую. Азмун получил ребенок. Он получил прозвище ребенок. Ну, ладно. Так. Дрюси. Ну, это все. Это мы уже видели. Так что все на этом. Да. Дальше у нас игра, друзья, против Ахмата и против Юнг Бойса. Так что, если вы хотите еще и ротор в следующем выпуске увидеть, то обязательно поставьте лайк, набираем 15 лайков и будет у нас 3 матча в следующем выпуске. А так, всем спасибо большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы, которые у нас уходят по выходным. С вами был Андрей, канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok